Ребята, здравствуйте! С вами я, Алексей. Добро пожаловать на мое новенькое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Снова рейс, друзья. Как вы помните, в прошлом видео мы с вами добрались до замечательного города Ольбия, если мне не изменяет память. И, собственно, в конце прошлого ролика я вам предложил достаточно интересную идею, то есть проехаться через всю Сардинию одним рейсом. И, соответственно, из города Сассари через Ольбию и на Кальяре, то есть проехать вот по этой замечательной дороге, посмотреть вообще, что там происходит. В принципе, вы эту идею поддержали. В Кальяре прямого груза, к сожалению, не было, был только груз в Неаполь, поэтому доедем просто до Кальяре, до порта, где-нибудь там остановимся и закончим, собственно говоря, видео. По грузовику, да, друзья, вы видите, что это дефолтная скания, абсолютно дефолтная, ничего здесь я равным счетом не добавлял. Имеется у меня вот такой замечательный, такая замечательная цистерна, собственно говоря, купленная в собственность. Буду перевозить я на ней бензин. Ссылку на ней я оставлю в описании. В принципе, мод достаточно простой, то есть просто у нас в покупку добавляется дефолтный трейлер. Тюнинга здесь никакого абсолютно нет, кроме покраски и смены, соответственно, колес, резины, ну и вообще, что связано с колесами. Так, ну что, поехали, у нас 20 тонн бензина, нам с вами их нужно довезти, думаю, дорожка у нас будет интересная. Так что устраивайтесь поудобнее, пока что мы еще никуда не уехали, можете даже за чаеком сгонять. И, в принципе, приятного вам, друзья, аппетита, кто будет кушать. Итак, погнали. Что-то как-то прям у меня так немного громковато все это дело получается. Так, я опять забыл настроить поворотники, ну ладно, ничего страшного. Будем вращать камерой такой, я надеюсь. Все, у нас будет хорошо. Так, там проходим, здесь проходим. Слышь, брат, ты не охерел ли? Я уже наполовину выехал, а он, сука, все равно прет. Меня еще больше такие петушары раздражают на дороге, которые, когда задом с парковки выезжаешь, ни хера не видишь. Тварь, сука, блядь, едет сзади и сигналит. Вот нет, чтобы остановиться, пропустить человека. Там 2-3 секунды времени потеряешь, быстренько я выйду там, да, и все, и мы разойдемся. Нет, вот надо там чуть ли не на пешеходную дорожку, блядь, заехать и сигналить, сука. Вот люди меня такие просто раздражают. Я надеюсь, среди моих подписчиков таких педиков нет. Так, ну тем не менее, друзья, поехали. Постараемся мы с вами сейчас выбраться отсюда из города. Будем юзать внешнюю полосу. Ну, кстати, да, разобрался я, короче, с растительностью. Это у меня, оказывается же, мод стоит, Project NextGen Graphic Mod. Ссылку на него я также оставлю в описании. В принципе, я делал на него достаточно такой неплохой сравнительный обзор. Правда, там нашлись люди, которые написали, что графика вообще ничем не отличается. Ну, я не знаю, у этих людей, наверное, глаза на жопе, скорее всего. Ну, потому что действительно отличить, ну, она действительно графика, это отличается. Даже хотя бы на примере дефолтной Чехии там просто разные абсолютно как будто города. Но нет, все равно люди пишут, что это одинаковое. Ну, что я буду спорить? Если у людей глаза на жопе, что об этом размолвлять, как говорится. Так, ну что, выезжаем из города. Газюльку в пол. Но будем ехать аккуратно. То мне там в комментариях писали, что я ни хера ездить не умею. Я и в жизни так же езжу. Просто хочется послать этих людей нахуй далеко и подальше, и надолго. Я умею разделять игру. Я умею разделять реальную жизнь. В реальной жизни я вожу совершенно по-другому. Езжу крайне спокойно, крайне адекватно. Без каких-либо нарушений правил дорожного движения. Вообще. Так что, это игра. Я не отношусь к этому как к какому-то серьезному симулятору. Да, здесь можно как-то что-то там пытаться соблюдать РП, так скажем, да. Но никому это удовлетворение, кроме как тебе, не принесет. Поэтому я как хочу, так и езжу. Мне абсолютно плевать. Да, я стараюсь там придерживаться каких-то хотя бы элементарных правил. Но вот ехать прям строго, как в реальной жизни, в игре, нет. Игра для этого и создана, для того, чтобы отдыхать. Ребята, не путайте эти вещи, пожалуйста. Так, ну тем не менее, да, за болтовнёй мы выезжаем. У нас справа, как я понимаю, остаётся виноградники. Достаточно красиво здесь на самом-то деле. Кто-то в комментах также, помню, писал, что типа взяли тупо кусок Вашингтона, разметку поменяли и добавили. Это как Сардиния. Ну тоже весь весёлый такой достаточно комментарий получился. Поржал. Спасибо вам, ребят, за то, что комментируете. Кстати, у нас на канале уже 80 тысяч подписчиков. Ну, блин, это очень здорово. Ребят, спасибо вам всем огромное. Прямо реально. Даже я уже и не слежу за счётчиком, если честно, как-то раньше всё следило. А наоборот, знаете, такая вот ситуация, когда начинаешь следить за цифрами, там, да, либо чего-то какого-то дня ждёшь, он ещё, сука, дольше приближается. Вот эта цель, она всё дольше и дольше к тебе приходит. Ну и я просто уже перестал обращать внимание на количество подписчиков. Если вам нравится, вы подписывайтесь. Если вам не нравится, вы не подписывайтесь. И также, соответственно, с лайком такая же тема. То есть я уже просто в конце на автомате вас прошу поставить лайк, но, наверное, делать я всё-таки этого больше не буду. То есть если вам действительно видео кажется интересным, каким-то полезным, вы там поулыбались, посмеялись, я вам как-то настроение поднял своим роликом, то лайк с вас. Ну нет, так нет, ничего страшного. Так, у нас здесь впереди достаточно интересная часть маршрута начинается. Сейчас мы с вами будем спускаться. Аккуратненько прижмёмся. Да, конечно, с настройками физики прикол вообще в половину ставишь. Уже чувствуется, как машина себя совершенно по-другому ведёт. Кстати, теперь же 11.9x можно запускать не только через конфиг, а просто когда в стиме вы открываете игру, ну сам стим открываете, нажимаете играть, и там у вас окошко такое вылазит, что можно в экспериментальном режиме запустить в 11.9x, и наконец-то до них это доперло. Ну, по всей видимости, уже конец бета-тестирования. Скоро, я думаю, вот на неделю уже у нас июнь месяц будет. Ну, я думаю, всё-таки пора. Пора-пора-пора уже расставаться с ОБТ. Пора уже нам кататься с вами по Вашингтону. Уже хочется чего-нибудь нового в ОДСке. Ну, хотя, как мне кажется, он будет похож этим в один просто на Орегон, реально. Город очень красивый. Мы здесь с вами не ехали, по-моему, кстати. Потому что я смотрю, что у меня поворотики все вот эти серые, значит, мы здесь действительно с вами не ездили. Ну, такие типичные итальянские маленькие городки. И разметки, ничего нету. И вот зато есть вот такие вот подъёмчики. Нормальные такие подъёмчики. Взбираемся вверх. Смотри, ножка ползёт. Животного зелёный. Прикольно выглядит. Впереди у нас заправка. Ну, по солярии, в принципе, у нас всё хорошо. Баки пока пить не просят, поэтому мы её проходим. Здесь такие, на самом деле, здоровые топливные баки на 4 на 2 стоят. Можно пол Европы на одном баке проехать вообще без каких-либо проблем. Так. Чё ты, брат, куда-то собрался-то? А то... А то съезд пошёл. Также в комментах там писали, чё ты вот за говно слушаешь. Ребят, мне вообще насрать, что у меня там играет. Я просто включаю музыку, чтобы, ну, хоть что-то там на фоне пищало. Я даже не слышу, что там играет. Мне вообще, по большому счёту, насрать абсолютно. Всё это строго индивидуально. Кому-то нравится эта музыка, там кто-то что-то услышит, кому-то нет. Мне вообще наплевать. Мне главное, что-то просто фоном там великол обещало и... и всё. Кому что-то не нравится, вырубайте звук. Не смотрите просто видео. Свою музыку включайте фоном. Кто-то скажет, что может я что-то жесток какой-то. Ну, просто реально уже это надоело. Вот эти вот постоянные какие-то дровоучения непонятные. Кто как хочет, так кто-то делает. Начинать надо с себя в первую очередь. Потом уже других людей учить. Как жить правильно на этом свете. Так, но тем не менее мы к Ольбе подъезжаем. Посмотрите, какие здесь прикольные и красивые перспективки, панорамки у нас впереди. Так, тут нам нужно направо. Почему именно так? Не знаю, почему бы не сделать напрямую объезд. Там, в принципе, пересечение-то дорог идёт. Почему они именно сюда нас решили отправить? Я не знаю. В чём логика, как говорится, этих действий. Ну, тут я уже смотрю, городок прямо-таки такой, да. Неплохой. Большой. Давайте поставим. Блин, колечки эти, как они мне надоели. Надо и не надо ставят кольца кругом. Чё, как в Скандинавии прям. Стройка какая-то идёт. Блин, повороток, конечно, пипец. Заехал на бордюр с задними колёсами на трейлере. Машина немножко тёрнула. Справа у нас там стояночка такая даже интересная. Что-то типа мотельчика. Да нет, это даже не мотель, это просто какая-то стоянка. Направо. Немножко побольше радиус возьмём. Привычка с АТСа такая, чё-то вот, не знаю. Здесь как-то в Евротраке, я сто раз уже об этом говорил, не чувствуется то, что ты едешь на грузовой машине. А если садишься, когда играть в АТС, там вообще просто сразу моментально возникают сложности. Потому что у тебя нос впереди длинный. И вот как бы, да, ты уже чувствуешь то, что ты едешь на грузовике, тебе нужно планировать все манёвры заранее. То есть, да, вот, ЕТС в этом плане, конечно, немножко пролетает. Нужно делать правый поворот, смотрим налево. Чтобы никого там не зашибить, случаем не чтобы никто нас не врезался. Иначе сразу здесь пройдёт, произойдёт точнее техногенная катастрофа в Ольбе. 20 тонн бензина. Как взорвутся, так взорвутся. Вот будет весело, конечно. Да, жалко, что звуки от EV, не работают на 1.35. Ну, я надеюсь, скоро всё это пофиксится. Звуки действительно классные. Прям вообще я на них балдею. Там, скорее всего, затык только в том, что идёт отдельная теперь кнопка включения питания. И, скорее всего, наверное, поэтому... Потому что там брякание ключами идёт. То есть, отдельный абсолютно звук. И он как бы всё равно, наверное, вместе. Может, раньше они работали в Spark, эти звуки. Поэтому как-то эта проблема сейчас там наблюдается. Но я надеюсь, всё исправится. Так, брат, ты чё, прямо идёшь? Так, ну я по-наглому, конечно, так проеду напрямую через весь круг. В кольяре идём. Хоть тоже там бомбили в комментариях, типа, вот, это не Наполе, это не Аполь. Бля, какая разница? Суть дела не меняет. Просто пишется Наполе, но по факту это не Аполь. Ну и чё? Ну и чё такого? Теперь-то я всё на русский перевёл, чтобы у вас срака не горела. Ну, кто меня давно смотрит, не знает, что у меня проблемки есть с этим. Потому что я не умею названия городов произносить правильно. Для меня это прям вообще проблема-проблема. Так, ну тем не менее, выбираемся на трассу. Здесь мы с вами постепенно-постепенно. Также, кстати, спрашивают частенько в комментариях, какие у меня там настройки руля. Настройки руля, ребят, дефолтные. Вот у меня у Logitech вот этот профайлер стоит. Там всё на дефолте, я просто ставлю на 900 градусов руль. Всё, и больше я ничего не делаю. Ровным счётом. Никаких там плагинов на обратную связь. Ничего такого нет абсолютно. Я это всё не люблю. Опять же повторюсь, для меня это игра просто провести время. Просто хорошо отдохнуть. Может быть, о чём-то своём подумать. Кстати, пишите в комментариях, почему вы играете в Евротрак. Ну, естественно, да, как бы понятно, что нравится нам это всё дело. Вот эта вся движуха дальнобойная, виртуальная, да. Вот имеется в виду, какие мысли вы там, может быть, гоняете что-то там. О чём-то своём, может быть, думаете. Не обязательно писать, да, о чём вы думаете. Как бы это всё понятно, что это личное. Ну, просто, как бы, о чём вы думаете. Ну, короче, вы меня поняли, ребята. Как вы проводите досуг в ЕТС-ке. Помимо того, что просто едете прямо. Заправка, кстати, была интересная достаточно. Ну, вора направо. И кальяре направо. Ну, хорошо, тогда сейчас мы будем здесь подниматься. На кальяре. Машинка у нас новенькая. 210 километров только прошла. Считай, только свою жизнь начала. Вообще, я, кстати, заметил, что NextGen'ы стали достаточно часто у нас уже встречаться в России. Даже, ну, у нас в Омске, как бы казалось бы, да. И NextGen'ы катаются уже прямо всюду. Даже мусоровозы есть уже NextGen'овские. Я вообще в шоке был. Такая кабинка маленькая. Вообще, это просто трындец. На поньку чем-то похоже, только ещё меньше. Забавно. А так, тягачи, да, R-серия. Я ски ни разу не видел. Но R-ки прям есть, ездят уже. Да и причём движки хорошие, пятисотки даже ставят. То есть, прям, денежки есть у людей, видимо. А хотя, наверное, что, близко берут. И не парятся дорог. Кстати, налево была прикольная. Можно было по грунтовочке покататься там. Ну ладно, ничего страшного. В следующий раз, наверное, ребят, по Германии, может быть, прокатимся. Посмотрим, что там нового у нас появилось. Там вот Нюрнберг. И вот эта вся южная часть. Посмотрим, что там нового у нас. Там автобаны вроде как они поправили. То есть, более прямыми их сделали. Потому что в старой версии, как вы помните, там автобаны, они как змейка идут. И некомфортно ехать там было. И теперь вроде как это все дело поправили. Блин, деревья. Нихера не видать из-за них. Мне здесь нравится ездить. То есть, очень приятно работать. Опять же, в кавычках, да, работать. Очень приятно. Так все уютненько здесь. Но мне вот нравится просто сама по себе вот такая местность европейская. Где тесно. Где вот одна полосочка идет. Такая. Города такие маленькие. С низкими застройками. То есть, для меня это прям реально рай. Если есть на свете рай, это Краснодарский край, как говорится. Но я бы поспорил. Не обиду всем пацанам оттуда, конечно, ребята. Ну, тоже поворотик, пожалуйста. Плеха-муха. Ну, вот почему бы там просто не сделать красивую какую-нибудь точку, какой-нибудь красивый спот, чтобы можно было делать фотки. Он готов. Нет, блядь. Мы поставим туда заглушки, и все. И туда никто не заедет. Ну, вот СКС, КСС, точнее, конечно, они меня просто добивают от этой тупости своей. И закрытием просто очевидных каких-то кусочков, да, карты. Я уж не говорю там о том, чтобы вообще куда-то вдолбиня уезжать. Но вот опять же стояночка справа, допустим, да, вниз туда была. Почему бы ее, допустим, не открыть? Вот туннель там куда-то пошел налево. То есть, все как-то перекрыто, закрыто. Здесь, по сути, можно было оторваться вообще на полную. Они здесь схалтурили. То есть, если вот так вот подводить итог какой-то, да, по Сардинии. Это халтура. Да, прикольно то, что они ее сделали, но это галимая халтура. Много дорог перекрыто. Вообще, абсолютно причем непонятно по какой причине. То есть, мы находимся с вами, по сути, на острове. Там все дороги друг с другом можно было переплести. То есть, чтобы они были доступны нам все. И я не понимаю, почему мы здесь с вами так настолько ограничены. То есть, ладно, если там где-то по материковой Европе мы катаемся, да, мы куда-то там уедем. И уедем уже куда-то совсем не туда. Но здесь же это остров, по сути. Да, я понимаю, что, конечно, тут масштаб у нас совсем другой, т.д. и т.п. Но, блин, дорог вот этих вот сторонних очень много закрыто. Это печально. Я надеюсь, все-таки был мод на Сардинию, на остров Сардиния. То есть, прям он достаточно так красиво выглядел. Даже видео по нему хотел записать. Но, вот, собственно говоря, она вышла официально. И я думаю, что они как-нибудь все-таки вместе скооперируются. Все-таки автор не забросит. К артеру. Но, тоже опять деревня какая-то. Никоим образом она не обозначена. Абсолютно. То есть, мы просто ее проезжаем. Хотя, вот, пожалуйста, слева там какая-то у нас база могла находиться. Или вот, допустим, еще поворот налево достаточно хороший. Тоже можно было какую-нибудь базу поставить. Опять же, по перевозке того же винограда. Почему бы нет? Ну, вот, как-то вот, не знаю. Почему тут в СС то ли нет человека, который бы об этом подумал. То ли действительно какие-то сложности. Ну, хотя какие сложности. У них все инструменты в руках. Они могут делать с игрой абсолютно то, что захочешь. Но, все равно, они с ней ничего не делают. Да, конечно, им спасибо огромное за то, что они ее развивают. Что-то новое в нее добавляют. Но, вот, какие-то очевидные вещи, конечно, это печально. Что-то, походу, у нас дождь намечается. Так, тут нам налево. Кольяре. Три часа дня у нас уже с вами, ребятки, достаточно мы долго что-то едем. По-моему, тут рейс у нас был даже быстрее, несмотря на то, что мы еще с Няполя выезжали. И выезжали мы с вами еще и через порт. Ну, вот тут опять же, на право дорога вот кусок идет, да, вот какой-то непонятный. Почему бы ее туда не продолжить? Там вроде знаки даже стоят. То есть, либо это будет потом опять обновляться все постепенно как-то, либо они с учетом, не с заделом на это все делают. Давайте мы, наверное, ближний включим. Это что-то прям совсем как-то темно. Что нам там с вами ехать? Ой, там впереди самое интересное, ребятки, у нас начинается. Перевальчики. Давай, скамейка, давай, я тебя прошу, ехай, ехай. Так, здесь у нас опять что-то с поворотами. Трафика нет, вот что интересно. Вроде включено все, но... Тут тоже не стали париться, просто перегородили дорогу вот так вот, да? Отбойником металлическим. И все, и поехали, как говорится, дальше. Газ в балас, поехали, потому что нам в перевал подниматься. Машинка у нас пятиста сильная, вроде бы, ну блин, 20 тонн, все равно тяжковатое. Я думаю, в мультиплеере здесь будет интересно. Народ все равно сюда повалит. Давай, 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 скамейка моя, давай. Ой, 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 там впереди вообще пипец, посмотрите на карту. Просто жесткач. Хороший маршрутик я выбрал. Молодец, старается, даже разгоняется, ничего себе. Так, ну тут уже полегче. Пожалуйста, еще здесь можно было стоянку, в принципе, организовать. Нет, они взяли, закрыли все это. Да, видон, конечно, тут топовый сейчас будет. Так, у нас тут пуск идет. Ялочки наши там моргают. Поглядывать по зеркалам не забываем, потому что узенько. Вспоминаем школу вождения, скания, трак-драйвинг-симулятор. Ну, вообще, аккуратненько прошел. Прижимаемся чуть-чуть правее. Просто по прицепу смотрим, да, чтобы он у нас был немножечко правее линии разметки при левом повороте. То есть, если даже встречка пойдет, она же приближается все равно к середине полосы. Чтобы справа ничего не зацепить. Вот это прям реально-реально школа вождения экстремального. Туман какой-то прям опускается, но дождя нету. Так. Можно сказать, спустились. Все, спустились. Сан-Джорджио. Так, тут налево. Поворот интересный. Да, Италия такая, знаете, вот она вот, Сардиния, прям очень нетипичная. Прям реально очень нетипичная. В плане вот этой всей дорожной своей сетки. Прям действительно доставляет испытания такие серьезные игроку. Стояночка, опять же. После тормозилки перегрел. И заправочка здесь у нас идет. Фу, все, прорвались. Я думаю, в принципе, мы уже подъезжаем. Да, мы уже подъезжаем к кольяре. Но совсем немножко осталось. В порту там остановимся. Вот стояночка справа, опять же, неплохая. Можно было маркер туда вкинуть, чтобы можно было человеку там отдохнуть. В плане, конечно, да, вот того, как это все построено. Вот именно в плане чисто эстетическом. Очень здорово выглядит. Мне нравится. Да, это действительно Италия. Это очень схоже по архитектуре своей, по растительности. То есть материковой, так скажем, Италией. Очень здорово. Ну, пожалуйста, еще одна стояночка слева. Там уже куда-то, видимо, на дома, может быть, подъезд идет. Блин, когда же они все-таки до Петры-то в настройках, в меню сделать, убирание хотя бы визуально вот этих крестов, чтобы их можно было убирать. Пусть коллизия остается, да, чтобы человек туда не смог проехать, но хотя бы чисто визуально их убрать. Я думаю, это достаточно хорошая идея. И сразу будет игра совершенно по-другому смотреться. То есть, опять же, про это уже не раз говорил. Это все равно, да, несмотря на то, что мы с вами ездим в открытом мире, вот эти крестики, да, вот эти ограничения, они создают ощущение того, что мы с вами находимся в каком-то коридоре. То есть мы вроде как бы в свободном мире находимся, но в то же время нас визуально ограничивают, да. То есть мы ясно уже понимаем, что не можем поехать туда, и немножко расстраиваемся, да, то, что у нас нет, грубо говоря, выбора. Ну а так, хотя бы, в принципе, да, чтобы визуально их убирать, считайте, вы их ставите, допустим, в тот же самый мод, все это дело у вас убирается, и вам уже кажется, что вот действительно вы в огромном мире таком ездите на своей большой машине, и это совершенно по-другому восприятие у вас мира идет. Да, конечно, есть мод, но, блин, если это бы добавилось официально в игру, это было бы еще лучше. Кто-то скажет, что там вот, на карте типа повернешь, а там тупик, блин, ну так ты смотри на карту, смотри на навигатор, куда ты едешь, не зря же тебе его повесили в каждую машину. Плюс ко всему на Лабаш его можно весить в любой абсолютно машине. Капец тут мусора, я вообще в шоке. Откуда на острове столько говна? Здесь можно уже немножко разогнаться. Начинается кальяре. Слева у нас стояночка, и по всей видимости, что-то типа конторки с работниками. Ух ты, первый светофор. Ничего себе, давно я светофоров не видел. Тут, помню, даже в городах светофоров нет. Тут решили поставить. Типа, видимо, здесь концентрируется слишком большое количество трафика, поэтому... Так, брат, ну... Давай, подваливай немножко вперед. Чтобы я тебя мог опередить. Понимаю, что ты на автобусе никуда не торопишься, конечно. Но у меня бензик. Мне его надо отвезти поскорее, а то пацаны ждут. Красавчик новолевого. Пристроился, шторку тянет. Минималки, правда, у него машина. Ну ладно, сду колеса литые ставят. Красиво немножко получилось. Ну ладно, я думаю, он не обидится. Помогаем ему аварийкой так, один раз. Так, никого нету. Заходим. Да, большой городок Кольяри-то я хочу сказать. Прямо действительно огромное. Сосарита вот этот, мне кажется, это не настолько большой, как Кольяри. Тут прям действительно чувствуется, что это город-город. Тут портовый все-таки. Ламба впереди, ураганчик. Ух ты, а впереди-то как классно. Смотрите, там мост такой идет. Обалденно смотрится вообще. Ребят, посмотрите, сейчас из-за кустов выйдем. Как раз на разворот там пойдем. Офигенно. Вообще, смотрите, как здорово выглядит. Обалдеть. Вообще красиво, да? Классно. Жалко, что эту дорогу туда не уходит. Ну, в смысле, чтобы не поехать нельзя. Ну, выглядит очень здорово. Кустики торчат. Блин, Ламба, ты же можешь быстрее. Давай, 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 давай. Там что-то 40 ползет. Прямо у них даже элеватор есть, ничего себе. Действительно богатый город. Лайнер, он круизный торчит. Так, тут мы с вами, наверное, уйдем направо на этом повороте. Че, он бухой, что ли, на Ламбе? Туда-сюда, что-то его мотает. Ну, выглядит, конечно, да, похоже, что это Ламба. Так, друзья, ну что, мы приехали с вами в порт города Кольяре. Добро пожаловать. И на этом наше видео сегодняшнее заканчивается. Опять же, повторюсь, вполне возможно, что в следующем ролике мы с вами встретимся уже в обновленной Германии. Давайте мы куда-нибудь сюда, наверное, сейчас попробуем припарковаться, если нас пустит коллизия. Она нас пускает, а это здорово. На этом все, друзья. Не забывайте подписываться на канал. Про лайки я вам уже говорил. Если вам это видео понравилось, то обязательно ставьте. Если не понравилось, то ставьте дизлайк, либо не ставьте его вообще. Но также не забывайте подписываться на канал, дабы новые видосики по ИТСочке, по АТСочке и по другим симуляторам не пропускать. Все, друзья, на этом все. Огромное всем удачи и пока. И еще увидимся.